Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарка. Сегодня у нас уже понедельник. Вальдемарки на работу. Я с утра хотел записать коротенькое видео и ответить на один комментарий, который нам написала Зинаида Леонидовна. Она пишет, что именно под видео, там где я рассказывал, к которым домой приходили неизвестные люди, просили там подальщику, так скажем, деньги, все равно они просили. И она пишет, что мне совет такой дает, чтобы завести собаку. Даже не только на наш дом и на соседский дом. Я понял так, что человек не знает, что в Германии нет такого, чтобы собаки ходили на улице и чтобы собак привязывали на такие цепи. В Германии такого очень редко где увидишь. Как-то показывали много лет назад по телевизору, где-то на восточном Германии такое еще было. А у нас я ни разу такого еще не видел, чтобы собак на улице перевязывали на цепь. Нет такого. Они в основном тоже живут в хате. Ну, в хате или в квартире или, допустим, у крестьян там, может быть, тоже у них где-то специально есть помещение. Но нет такого, как у нас раньше было при Советском Союзе. Делали специально собачью будку, там какую цепь цепь цепляли. Помните, сюда проволоку натягивали, там 5-6-метровую. Там собаки по цепи бегали туда-сюда. В Германии этого нету, это считается как издеваться над животными. Поэтому я говорю, что человек, наверное, не знает и старается, пишет. Я понимаю, что человек просто хочет посоветовать, как лучше сделать, чтобы как-то мы могли себя обезопасить. Ну, я говорю, в Германии даже вы не увидите, чтобы собаки просто так бегали на улице. Ну, имеется в виду бездомные собаки. Нету даже такого. Если даже кто-нибудь увидит, где ему бегает кота-собака без хозяина, сразу звонят в полицию. Те уже, соответственно, принимают меры. То есть звонят тоже, я не знаю, как эта служба называется. Именно, ну, по-моему, называют Тиргаем. Хотя это приют для собак, но есть еще такая служба, которая тоже вылавливает потом. Не потому, что человек надо на вас стреливать или потому, что их там на мыло пускает. Нет. Бывает такое, что может собаку убежать, да, из дома. Кто-то ее потом ищет. А если я, допустим, замечу, что собака бегает, значит, я должен сообщить? Ну, не должен. Обычно все так делают. Сразу сообщают в полицию, у тебя мог бегать. Собака, мало ли какая-то собака может быть, да, может, действительно, она больная какая-то, не дай бог, кого-нибудь укусит, будут проблемы. Поэтому люди сразу звонят, значит, в полицию, и те, соответственно, принимают меры. Приезжают, ловят, вылавливают и всех. Никто их сразу не убивает. Всех их везут сперва, всех, даже кошек, которые вылавливают. Все их везут, сперва, значит, киргаем, как это, для животных, просто говорю, уже забыл. Ну, эти дома, где, значит, содержатся этих животных, их сперва туда везут. Там их сперва сколько определенного времени держат. Возможно, еще кто потерял, допустим, собаку или кошку ушла. Люди сразу начинают звонить везде, звонить полицая. Не потому, что делают такое заявление, что собака убежала. Но она звонит, на всякий случай, вдруг кто-нибудь уже звонил в полицию и сообщил, что, значит, кто-то где-то видел их животное. Или даже, может быть, эти люди уже, именно, где собак содержат, уже, может быть, их поймали. Может, находится она уже у них, значит, в этом здании. Люди поэтому звонят и спрашивают. Поэтому, Зинаида, нет только в Германии, чтобы, значит, просто так собаки ходили и бегали просто по улицам. Это считается ненормальным. Люди сразу обращают на это внимание и сразу звонят. И в Германии даже принято на улице, если ты прогуливаешь собаку, то она должна быть на приезде. Есть такой закон, она должна быть на приезде. То есть ты идёшь её на палатке и идёшь. Просто так тоже бегать не разрешено. Хотя многие тоже делают. Но это наказуемо. Всё ещё я хотел сказать. Ну вот как-то так вот. Просто я прочитал комментарии, подумал, давайте сразу с утра попробую вам объяснить, как она на самом деле есть. То есть собаки не такие здесь, кто и злые. Даже если я заведу собаку у себя дома, то от неё толку мало не будет. Потому что кто-то старается, если собака какая-то агрессивная, то они обращаются к врачам или к специалистам, которые тренируют собак, которые знают уже все помадки собачьи, и они как-то рассказывают вам, как это всё исправить, чтобы собаки не были такими злыми. Получается, что даже бывает, заходишь в какую-нибудь квартиру, у кого есть собаки, она даже не уходит. И только у нашей соседи собака какая-то дурная, она на улице гавкает. Потому что я, по-моему, из Белоруссии или откуда привезли эту собачку. Не потому, ребята, не потому что она из Белоруссии поэтому гавкает. Просто собачка такая, она действительно чокнутая маленькая. Она на всех гавкает, даже Васька прибежит гавкает. И поэтому я считаю так, чтобы именно для защиты квартиры иметь собаку, в принципе, она не будет так функционировать. Хотя, да, некоторые и тренируют собаку, да, всё это есть ребята, но содержать на улице в Германии, в принципе, это не принято. И вообще запрещено, чтобы собака была на привезе. В Германии за зверей больше дают, чем за какое-то другое преступление, так скажем. Даже вот, если взять какого-нибудь у крестьянина, если кто-нибудь увидит, что крестьянин плохо содержит свою скотину, да, допустим, коров или свиней, даже курей, то они звонят в полицию, приезжают в службу, проверяют, контролируют. То есть действительно, значит, условия плохие, наказывают, такие большие штрафы. Поэтому насчёт этого здесь в Германии следят. Я же говорю, в Германии насчёт зверей, получается, наказывают намного строже, если я, допустим, какое-нибудь преступление сделаю, а если, допустим, преступление будет по отношению к животным, как за издевательство животных, ты ещё больше получишь. Вот. Ну, в принципе, у меня есть кот Васька, и он злеет даже этих собак, наверное. Если кто-нибудь приходит там домой, если Васька их не знает, то он на них кидается, то сейчас же фыркает и покоя не даёт. Поэтому все даже начинают шарохаться, убери Ваську, убери Ваську, а он на них кидается. Поэтому, в общем, у меня мой Васька, он лучше, наверное, с какой-нибудь собакой. Вот такие дела. Что-то ещё хотела там. Да, ещё тоже был, не помню, кто писал, тоже спрашивал, правда ли, что в Германии должны всех кошек кастрировать. Нет, это неправда, потому что нет такого закона, что ещё ты обязан, нет такого. Ну, просто люди сами это делают, кто-то, допустим, не знает, и как думается, потому что если кошка живёт в хате, а если кот не кастрированный, то он будет ходить по всей... У нас было так, что он начал вонять по всей хате, потому что он ходил, и здесь стояли свои метки. То есть он идёт и, значит, сыт, или как это называется, он пускает эти метки, а они потом воняют. Он весь диван потом вонял, потому что ходил возле него постоянно, значит, на его метки стоял. А значит, когда его скастрировали, всё, он метки уже не ставит в квартире, вообще не ставит, потому что, наверное, эта функция у него пропала. Он, конечно, ходит на улице, сможет всё, и у него есть всё-таки хвост подымает, как будто, как он маркирует, да, это место. А оно на самом деле у него там ничего не выходит, я так заметил. И после этого Васька бы прекратил в хате заниматься такой ерундой. Поэтому даже если у кого-то скоты в квартире, то я даже посоветовал бы, наверное, всё-таки их кастрировать. Потому что это не бесплатит нам вонять. Понятно, что это, как сказать, для животных может нехорошо, туда-сюда, но, в принципе, так как оно есть, так оно есть, и это всё разрешается. Даже и не только котов, и кошек тоже кастрируют, тоже они там делают. Вот когда у моей матери были две кошки, и они тоже делали, так скажем, как кастрацию, да, что там, не знаете, что там у кошек делают, чтобы котят не было. Тоже такое делают. И даже в Германии ещё вылавливают на улице, если кошки где-то появляются, да, то есть дикие кошки, так скажем. Но их очень редко, но есть, то их тоже вылавливают, то их тоже кастрируют. Вот такие дела, ребята. Ну, я думаю, что я на тему, не на тему, а на комментариях, где нам Зинаизия посоветовала заебить собаку, я ответил. Ну, после этого времени я думаю, давайте я вам быстренько расскажу. Окей, друзья, вот такое вот дело, что я вам хотел сказать. Пока, с вами Вальдой Маркин. А мне пора. На работу. Сейчас просто свой супчик покушаю и поеду вам работать. Всё, окей, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok